Виктория Нуланд, замгоссекретаря США, и у меня было к ней два вопроса про ядерное оружие. Она сказала две вещи. Она сказала, первое, мы постоянно говорим с Кремлем, в том числе в частных разговорах, что применение ядерного оружия невозможно. Второе, мы не повысили, несмотря на вот эту ставку, не повысили уровень безоприятерной безопасности в США. Более того, мы отменили ежегодно. Но вы чувствуете в том числе и свою вину за то, что так случилось? Это моя страна. Проводят специальную операцию по покорению Украины. Никакой Украины нет, здесь проходит русско-американская граница. Окружение Путина, которое участвует в принятии решений, на самом деле в принятии решений не участвует. Нет реальных обсуждений, нет реальных споров. Ну хорошо, победили, все, победа, все, нациста выгнали, наркоманов посадили. Откуда вы взяли, что люди, по которым вы едете сейчас грузовиками, не скажу, танками, это примут? Этого не может быть. Сейчас я проснусь и поеду на Эхо, и у меня будет Саша Ширвиндт, он же Шура, и мы с ним сделаем программу, как договорились, завтра. В этой конструкции вообще нет Украины. Я не мог предотвратить, но я мог быть более настойчивым, наверное. Наверное, я не все сделал. Это больно? Обидно. Как вы себя чувствуете? Устал. Устал. Вот от этого всего, это не просто я не спал, я устал. Во-первых, я, другое слово, тоскливый. Это не по отношению к Эхо, а по отношению к тому, что происходит вокруг. Мне кажется, что я сплю, что я лег 22 февраля, и я иногда себя так щеплю и говорю, этого не может быть. Сейчас я проснусь и поеду на Эхо, и у меня будет Саша Ширвиндт, он же Шура, и мы с ним сделаем программу, как договорились, завтра. Я понимаю, что программа с Шурой и Ширвиндтом уже прошла, да, а проснуться я не могу. Ну и вот это все продолжается как сон, который, знаешь, не может быть такой волшебный. Носороги вокруг ходят, вот это все. Единороги, не носороги, единороги, я их путаю всегда. Слушайте, вы один из тех людей, кто хорошо всегда понимал, ну, по крайней мере, вектор направления линии партии. Так. Вы могли себе представить, что 24 февраля рано утром начнется война? Да, это же процесс довольно длинный и по мелочам разным, ну, для людей, которые этого боялись, как я, и очень внимательно глядели, не может быть, вот нас встречалось, не может быть, а ты вот это видел? Да блин, ну, например, вдруг большие корабли Тихоокеанского флота пошли в поход в Средиземное море. Это в тот момент, когда российские войска начинают учения вокруг Украины. И в это время корабли идут, огибают Африку. Зачем гнать противолодочный корабль адмирал Трибуц в Средиземное море? Там своих наших хватает. То есть, как бы окружают. И ты понимаешь, что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, но это не демонстрация. Они идут как, ну, круговой, вокруг Африки. И когда я это увидел, я говорю, что и пошел к своим друзьям, этим собутыльникам военных, и говорю, ребята, что это такое? Это вот, ну, демонстрация, говорит, не, говорит. Трибуц, я же в этом не понимаю ничего. Нет, 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 это угроза. И вот таких вещей, да, там, 41-я армия пошла, да. Я вообще не понимаю, что такое. Мне говорят, ты что, 41-я, ты что? Эти ребята с ними играться. И я думаю, что он стягивает, стягивает. И потом, когда началось уже, там, это еще было до всех заявлений. Ну, я думал, что, ну, хорошо, там, попугать, торговля, там, да. На самом деле, Владимир Владимирович, он же, так же, как и я, из партии торгашей. А, не из партии был, во всяком случае, милитаристов. Да, он нам не воевать, нам что-нибудь проторговать. Я говорю, вот это, а вы мне вот это. А вам безопасность, а вы мне ракеты. Понимаешь, да? Ну, значит, видимо, он ставки там играет. И потом, когда пошла словесность уже, когда лингвистические стали упражнения, думаю, да не, ну, что это вообще-то? Ну, это смешно. Какие нацисты? Еврей Зеленский. Ну, какие нацисты? Какой геноцид? Это же страшное слово «геноцид». Нельзя говорить слово «геноцид» в России, да? Это, ну, мы знаем Хлокост. Ну, и нацисты слово нельзя говорить в России. Да, да, это же вызывать должно. Я только понимаю, слушай, это же команда, чтобы готовить население к чему-нибудь. Я не знал, к чему. Потом начинаешь выяснять, когда видишь это ДНР, ЛНР, там, значит, накапливается, накапливается, вооружается, призывается. Кто смотрел? Где эти ДНР, ЛНР? Мы тут смотрим, там, Чили какой-нибудь, да? Где это на карте? И вдруг начали говорить, там, обстрелы, убийства. Я, значит, честно говоря, полез и нашел доклады. Никто не знает. Кто это смотрит? Доклады уполномоченных по правам человека ДНР и уполномоченных по правам человека ДНР. Сколько гражданского населения погибло за год от обстрелов гражданского за 21-й год предыдущий? Знаешь, сколько? Сколько? Восемь. Залез в 20-й год. Это их данные, это даже не ОБСЕ. Залез в 20-й год. Смотрю доклады. Сколько гражданского населения? Пять. Какой геносы? В автомобильных катастрофах погибает там же в 40 раз больше. И ты видишь, картинка у тебя такая. Да нет, не может быть, но все же это читают, доклады. Ну, там, наверное. Ну, какой геносы? И вдруг как понеслось словесно. Я тогда с друзьями и с обутыльниками из разных там, башен, собрался. Они говорят, не-не-не, Леш, надо ДНР признавать. Я говорю, все, ребята, признание ДНР, значит, вот войск. Хотя бы на это теряли. Вот войск, это столкновение. Один российский солдат погиб. То есть, это может быть растянуто. Оно понеслось. Так снежный ком сгоры. То есть, я понимал, что есть три опции. Признать ДНР, ЛНР вести войска в эту республику, для защиты. Потому что вся риторика была про это. Значит, признать ДНР, ЛНР и вести войска в административных границах Донецкой и Луганской области, значит, столкновение с украинской армией. А потом, когда я увидел, как накапливаются войска в Белоруссии, соответственно, в Черном море, я понял, что вести войска на всю Украину, да, и взять под контроль Украину. Но это вообще мыслимо? Такие опции нет. Ну, смотри, я сделал ставку. Я не играл, но когда мы разговариваем с людьми, там, где-то 15 февраля, 20 февраля, я говорю, вот смотрите, мне кажется, просто признание ДНР, ЛНР и введение в ДНР, ЛНР 30%, признание ДНР, ЛНР в границах этих Донецкой и Луганской областей 60%, и вот эта вот вся война 10%. Но я поставил на 10%, да, на минималку, и вот оказалось, что было много опций, он выбрал вот это. Путин выбрал вот это. Почему? Да маловато ему будет ДНР, ЛНР, это какие-то огрызки для него. Он уже император. Что такое-то, наверное, где это? Вот где микросклон? Дайте лупу-то. Украина, это серьезная история. Во-первых, очень смешно, смешно в кавычках, мы сидели, смотрели «Совбез», и выходит Виктор Васильевич Золотов, мой хороший знакомый, он вот здесь сидел, на этом месте, когда приезжал. А вам не противно говорить, что он ваш хороший знакомый? Он мой хороший знакомый, это правда. Правда вообще сладкое не боится. Я тебе сладкое сказать, я тебе правду сладкое рассказать. Нет, он сидел здесь, он приезжал с Анатоликом Александровичем Собчаком, и когда Собчак был в эфире, мы с ним тут чаи гоняли. А, ну это было в 100 лет назад. Да, но он, как бы сказать, он прямой. Я могу сказать слово честно, я не знаю, он прямой. И он говорит, никакой Украины нет, здесь проходит русско-американская граница. О, сказали мне мои сотрудники, вы это говорите уже пять лет, Алексей Алексеевич. Ну, конечно, мы воюем с Америкой там. Поэтому ДНР, ЛНР, где это, что это? Вот Украина, это часть России, как известно, да, восточная и южная. Поэтому мне кажется, что его стратегия была, она же понятная была, союз славянских государств, восстановление, ну, не империи, но вот это естественные границы. Знаешь, у меня когда-то был с ним разговор, давно-давно, про Крым, уже после присоединения. Мы заговорили, он говорит, ну, вот что ты критикуешь меня все время, по радио, естественно. Я говорю, Владимир Владимирович, ну, вот, мне кажется, вот, взятие Крыма – это нечестно. Ну, разговор такой, там, что я не буду говорить про международное право. Он говорит, нечестно говоришь, а справедливо. Я говорю, ну, Крым-то, ну, он русский. Ну, справедливо же. Понимаешь, вот это его характеризует, не меня. И когда я понял, что он вот так думает, мы вдвоем были, предположим, это так он думает, значит, дальше ты можешь уже выстраивать, если это идет по спирали нарастающий. Поэтому, когда началась эта война, мои там ребята здесь, девчонки, парни, собрались, и там, ну, я говорю, скажите мне, вот у вас там сидит, там, 15 человек, планерка была. Я говорю, кого это удивило? И такая тишина неодной руки. Внутри все понимали, что это может быть, ну, как движение, не как вот погибшие солдаты, разбомбленные города, похоронки, приходящие сюда, да? Это никого не удивляет. Вот, ну, это вот, ну, вот, да, это следствие выбранной линии. Если это понимали вы, если понимало еще какое-то количество человек. Очень много людей понимало. Никто не хотел верить. И я не хотел верить. Ты понимаешь, это опять же, да, понимали, но никто не хотел верить. Ну, слушайте, это же, ну, мы из партии торгашей, ну, это же торговля, ну, с американцами, конечно. Что можно было сделать, чтобы этого не было? Кому? Нам. Нам кому? Ну, хорошо, вам, кто это понимал. Нет, я долго. Тем, с кем мы ставки делали. Да, тем, как мы сделали ставки, я пытался убедить, что если мы хотим что-то выиграть, нужно торговаться только с главным торгашом. А главный торгаш у нас была Америка. Но там еще случилась одна вещь, которая еще недопонятая. Там был Трамп, когда готовилось все, началось это, да, когда-то. И я так понимаю, что он, его окружение, Путин, в смысле, это говорю, он как мордор какой-то. Они думали, что там Трамп наш, да, что Трампа можно там обхитрить, договориться. Ему это Украина Трампу была, да, там, разменяться, там, решить вопрос, чтобы там НАТО ослабло, да. И они вот в этой области... А Трамп взял и проиграл. И пришли твердолобые демократы, которые права человека, которые НАТО вокруг нас, Байден, который евроатлантист. Они когда говорят американцев, все говорят, какие американцы? Кто? Буши, Клинтоны. Это разные американцы с разной политикой. Слушайте, в этой конструкции вообще нет Украины. Нету, это то, что я всегда говорил, вот, ну, знаю его. Нет, какая Украина? Вот, знаете, это, кстати, вот опять же, извините, я, конечно, могу хвастаться, что я говорил с Путиным, но было очень много мелких разговоров. Они мелкие, но они остаются в голове, он президент. Я ему как-то рассказал, что Черчилль, как Черчилль относился к Индии после распада империи. Черчилль сказал, Индия? Какая Индия? Это территория, а не государство. И вдруг я понял, что я сказал. Я уверен, что он говорит, Украина? Какое государство? Это территория. Понимаешь, нет никакой Украины. Это земля, на которой столкнулись интересы Америки, грубо говоря, и России. И Золотов прав, что они так думают. Слушайте Виктора Владимировича Золота, он всегда говорит то, что на самом деле... Но погибают украинские, и воюют украинские солдаты, погибают наши и украинские. И солдаты воюют наши и украинские, и никаких американцев там нет. Нет, американцы за их спиной, они прячутся, они хитро, они их вооружают. Так, а при чем здесь они дамы? Украинцев-то отечественная война. Отечественные войны, как известно, почти никогда не проигрывают. Украинская армия готова... Понятно, что я сейчас занимаюсь чем, да? Но это же банды обкуренных наркоманов и националистов. Вы что, не понимаете, что ли? Которые, значит, захватили в заложники несчастного Зеленского, или он сам такой, непонятно. Ну, неважно. Я не знаю, что там докладывается, но я думаю, что так. Они понимают, что воюет профессиональная армия. Ну, вот один из генералов мне сказал, ты знаешь, я думаю, что за их спиной стоит заградительный отряд. Я говорю, а вот вы, ну ты, чуть младше меня, ты точно знаешь? Говорит, я не знаю, ну вот разведка... Вроде заградительный отряд. Что тут скажешь? Чем война эта важна для нас, для журналистов? Она полностью стоит из фейков, из информации. Это первая такая война в период соцсетей. Когда вот этот шум от неизвестно кого, да, там убито там 700 тысяч человек. Дын-дын-дын-дын. И у тебя в глаз 700 тысяч поехало-поехало. Это 700 тысяч. Это 700 тысяч. И мои несчастные люди, которые делают новости, говорят, Олег Григорьевич, 700 тысяч. Говорит, найдите первый источник. Не пойми чего. И вот этот шум... Мы не знаем, что там происходит на самом деле. Мы не знаем не просто количество погибших. Мы не знаем, да. Мы так очень аккуратно и деликатно к этому относимся, потому что это матери, которые ждут. И когда они видят число, каждая из них вздрагивает. Это информационные войны, которые ведутся не с первого канала, там, с украинским каким-нибудь каналом, там, один плюс один, а которые ведутся там ордой в Твиттере, без правил, это же бои без правил, с двух сторон, да. И с точки зрения информационника, да, информационной инстанции, мы не должны обманывать наших слушателей. Мы не знаем. Мы не знаем. У нас очень тяжелая история с точки зрения выполнения наших обязанностей. Отсюда все эти крики про фейхи, да, и так далее. Это правда, ложная информация, специально создаваемая всеми, кому не лень, а иногда просто обывателям. Если бы, допустим, большое количество людей предполагало, что будет война в Украине, большое количество информированных людей, я сейчас не говорю про граждан, предполагал, что эти люди могли сделать и не сделали. Вот вы про себя думаете? Ну, я точно нет. Смотри, я же человек, так сказать, разговора, да. Я могу там... Я же не могу сказать, я знаю, что будет война. Никто не знал. Всегда несколько опций. Про угрозу войны начинал говорить ненастойчиво. Мне говорят, ты с ума сошел? С ума сошел, какая война? Эти люди, принимающие решения. Это еще за месяц до. Типа, шуганем. Ну, они там убивают детей и женщины, шуганем. Ну, вот ДНР, ЛНР все, максимум, на что все шли, ДНР из тех моих собеседей. Но говорили, опция теоретическая. Ну, понятно, что генштаб должен прорабатывать. Там другая проблема. Мне кажется, что проблема заключается в том, что окружение Путина, которое участвует в принятии решений, на самом деле в принятии решений не участвует. Оно его только акцептирует, решение президента. Нет реальных обсуждений. Нет реальных споров. Они боятся спорить. Ну, мы видели там Нарышкин. Он же даже не спорил, а его на соубезе Путин просто... Вы что, хотите снова запустить переговорный процесс? Нет, нет, я уже все. Понимаешь, это тема разговора. Это под камерами, что же там происходит не под камерами. Мне кажется, что вот это стремление к упрощению... Вообще, это очень интересная история. Это вот, как сказать, правила команды Путина. Самое главное, на мой взгляд. То, что просто, то эффективно. Был тоже разговор давно с ним. Я ему говорю, вот парламент выпускает дурацкие законы, потому что большинство штампует. Что-то такое было. Причем это был публикатор главной редактора. Это не я один, естественно. Он говорит, понимаешь, если раньше нужно было там бюджет пробивать, например, надо было идти на уступки коммунистам, надо было с либералами договариваться. И полгода проходило, а страну трясет. А он бюджет не принимает. А теперь опа! Раз и приняли. То есть быстро – это значит эффективно. На самом деле это не так, с моей точки зрения. Но вот я так понял, что просто, быстро – это значит эффективно. Чего мы тратим время на какое-то? И вот это большая беда, на мой взгляд. Потому что если бы я так руководил компанией, я думаю, что мы тоже уже с кем-нибудь бы уже воевали. На самом деле. Потому что уровень моей ошибки как руководителя очень высок, если я в первую очередь, как, знаете, во флоте, в кают-компании было правило. Если обсуждался какой-то вопрос в Царской, я не знаю, как у нас. Сначала говорил младший мечмона, чтобы они не знали. Потом т-т-т-т-т, и заканчивал капитан. Да, принимал решение уже. Но он выслушивал, он не спорил выслушивался. Но сейчас, видимо, не так. И это большая беда для принятия решений. Если это так. Но вы чувствуете в том числе и свою вину? Конечно. За то, что так случилось? Это моя страна. Моя страна проводит специальную операцию по покорению Украины. Моя страна. Как же я не чувствую? Конечно, я чувствую. Я не мог предотвратить. Но я мог быть более настойчивым, наверное. Наверное, я не все сделал. Ну и люди гибнут, слушай, в результате всего этого. И наши похоронки получают. И уже один знакомый погиб. И украинские под ракетами. Даже если считать, что они случайные жертвы. А что, случайные жертвы не жертвы? Да? А даже вот я говорю, погибло там 8,5. Это что, не люди, что ли? Тоже люди. С журналистской точки зрения, эта компания развивается так, как ее планировали, скорее всего? Или, скорее, она развивается не так? Скорее всего, с журналистской точки зрения, не будучи военным специалистом, давай оговоримся. Да. Я смотрю политическую часть. Она развивается совсем не так. И это не военная часть. Там же все понятно. Просто, значит, эффективно. Какая была задача? Шугану Дзеленского. Он убегает, как Янукович. И там появляется Янукович-2. Как Путин говорит. В прошлый раз Янукович сбежал, вы объявили, что место вакантно. Он сбежит, Зеленский. И место вакантно. Понимаешь? Он сбежит из Киева. Вот мечта была, что он сбежал из Киева. Поэтому шугали. Ну, потому что он кто, Зеленский? Ну, клоун. Слабак. И когда я там сказал, что, вы знаете, нет ничего страшнее, чем напуганный еврей. Допрасно так. Это я не Путину сказал. Ха-ха-ха-ха-ха. А вот какой-то, знаешь, клоун вдруг оказался, скажем, даже если это мифологема. Хорошо. Символом сопротивления. Не получилось вот это. Потому что задача была, как уже советско-финляндскую войну. Правительство коммунистической Финляндии образовывается, где-то на территории России. Ну, все же получало. Но тогда не получилось. Ну, все-таки вот понятна технология. Ведь никто же не думал. А потом-то что? Ну, хорошо. Сбежал Зеленский. Посадили там Медведчука, там Хоева. Неважно кого, да? Что вы будете с этой землей делать? А вот примут. Откуда вы это взяли, что примут? Вот откуда вы это взяли? Ну, хорошо. Победили все. Победа все. Нациста выгнали. Наркоманов посадили. Откуда вы взяли, что люди, по которым вы едете сейчас, грузовиками, не скажу, танками, это примут? Потому что они реально считают, и Путин честно и искренне считает, что в конечном итоге они понимают, ну, кроме вас, западной Украины, что это один народ. Ну, а как же? Да чё-ка, да конечно. Это вопрос его плохих советников или это вопрос его убеждённости? Это вопрос его убеждённости, а плохие советники пытаются угадать. Если бы он говорил наоборот, то плохие советники говорили, да-да-да, ваше превосходительство. Это уже там после Суркова самостоятельных советников, ну, вот по этой истории. Люди себя берегут. Зачем он? Вон Сурков взял другую позицию, поддержал Медведева. И где Сурков? И куда он делся? Зачем терять это дело? Развитие сегодняшней ситуации – это финал плана Суркова или это уже какие-то другие люди допридумывали? Не-не-не-не-не-не. Значит, там в чём была история в 14-м году. Сурков убеждал Путина, что юг и восток Украины примет россиян так же, как принял Крым. А у нас уже был Крым, где действительно, что бы ни говорили там, ну, не без единого выстрела, ну, 5 человек погибло, 7 человек погибло, 2 миллиона человек встал россиян. Это же мы мечта, это же люди сами приняли. Владимир Владимирович, там то же самое. А потом случился Славянск, Харьков, когда вроде да, а потом оказалось да нет. То есть, он обманул президента. И поэтому, собственно, остановились по этому. Путин же очень наблюдательный. Совсем не дурак. Класс людей с двух сторон – это не мечта. Значит, прошло 7 лет. 7 лет армия наша укрепилась, что правда. И, с другой стороны, угрозы, как Путин считает, возросли. Ну, рисков стало как бы больше, но и силы стало больше. Надо это вернуть, да. Надо вот эти три государства – Беларусь, Украина и Россия, надо их как-то в союзное государство свинтить. И это был бы блок хороший, уже более сильный. Второе государство по размеру в Европе, по-моему, если не первое. 44 миллиона жителей, вы что. И там очень много, кстати, предприятий военного, военно-промышленного комплекса. И люди наши, и все наши люди. И, конечно, его задевает, когда ему докладывают, что русский язык как-то обижен, люди обижены. И там украинцы коряво принимают некоторые корявые законы. Корявые законы. Корявые законы. Признаем. Но это не причина для вторжения. Это не причина для... А он считает причиной, потому что обижают, а защитить некому. Он говорит, мы говорили, накануне буквально. Мы говорили, говорили, говорили. Ну, сделайте это, ну, сделайте это, ну, сделайте это. Да-да-да, и обманывают. Да-да-да, и обманывают. Невозможно разговаривать. Это я просто его транслирую. Совбез и то, что мы видели во время совбеза, встреча с предпринимателями, и то, что мы видели во время встречи с предпринимателями, и, в общем, потерявший дар речи большой бизнес. Это, в общем, влиятельные люди. Это самые влиятельные люди. Они не влияют на политику, потому что одно из первых дел, которое было при Путине, еще при таком Путине-лайт, что называется, это был дело Юкуса. А дело Юкуса строилось, помимо корыстных устремлений некоторых людей, окружавших Путина, а дело Юкуса строилось на том, и подкладка, потому что ему-то все равно, где денег. Все мое. Вы все уходите из политики. Вот я вам дам зарабатывать, значит, вам жирным котам свои яхты, любовники, что хотите, дома строите. Даже тогда можно было еще с его разрешения продавать куски на Запад. Но вы, если вы хотите участвовать в политике, вы у меня спрашиваете разрешение. Цитата. Это такой был договор, значит, и на примере Юкуса было показано, что это нарушенное соглашение, хотя непонятно, была она нарушена или нет, тем не менее, Юкус наказан за это. Заодно и куски дали. Ну, заказан за это. Все сказали, да, мы же видим это, да. Вот да. Так что бизнес на политику просто, вообще, люди, не бизнес, а руководители бизнеса. Я с ужасом смотрю сегодня заявление Лукойла, который заявил, не, там, надо заканчивать эту войну, вот мы будем смотреть, что будет с Лукойлом сейчас и с Олег Первым, да, потому что это мешает сто в политику. Роман Абрамович, который говорит, что на деньги выручены от продажи Челси, он создает фонд дохода, от которого будут отданы жертвам войны и будут... Всем жертвам войны, можно сказать, всем жертвам Там написано «War in Ukraine». Да, жертвы войны в Украине, но погибший или раненый или скалеченный российский солдат – это тоже жертвы войны в Украине. Я Романа Аркадьевича знаю хорошо. Так нет, и это неплохо в целом. Нет, нет, это за двумя руками, чем будет дана. Я просто говорю, что тоже аккуратно, да, это не политика. Вот нет войны – это политика. Но слово «War» есть. Да-да-да, но это же не слово «война». А что это за слово «War»? Это слово «War». Как Роскомнадзор ловит нарушителей, робот ищет слово «война» и ловит. Если ты вбил слово «война», слово «War» не ловит. Это все, там все очень просто. Нет, просто на сайте Челси на английском языке заявление делается. Правильно, правильно. Романа Аркадьевича так голыми руками не возьмешь, и голой задницей на езжа не посадишь. То есть посадишь, но для этого нужен Путин. Бизнес – спич лист, да, абсолютно? Смотрите, у него аргумент был, видимо, в закрытой части. Я не следил. Я, честно говоря, вот сейчас уже, я смотрю только за военным. Это все. Как мне рассказывали, может быть, неправда. Он сказал приобретающим. Я вам говорил все капиталы суда. Я вам говорил, что они при первой возможности вас закроют и деньги отнимут. Я вам все говорил это уже семь лет, говорю. А вы там туда, сюда, Монако, Лондон. Я вас предупреждал. Совбез, где взрослые мужчины выглядят как первоклассники, трясущиеся. Ну, это то, что я говорил. Почему они позволяют себе делать такое с собой? У них же должно быть чувство человеческого достоинства. Не знаю. Может быть, там достоинство в другом. Может, они считают, что их достоинство в компетенции, квалификации. А царь на то и царь, что ему позволено. Не знаю. Я вот на эту тему, я говорю только вот. Там есть обсуждения. Мне говорят, ну, какие обсуждения? Ну, вот если какие-то моменты, он говорит, все кивают. Ну, какие обсуждения? Так построена система. Это система принятия быстрого и эффективного одним человеком. Эффективная в кавычках. Одним человеком. Что сопли жевать? Знаешь? Решили и все. Сколько можно болтать? Ваша персональная судьба, которая тоже, в общем, стремительно стала развиваться в связи с этим вторжением. Радиостанции больше не существует. Радиостанция остановлена совершенно верно, ликвидирована решением Совета директоров. Это правда. Это больно? Обидно. 32 года, из них 24 главный редактор. Ну, ты строишь, строишь здание, да, тебе его запечатывают. А ты строишь там шедевр для того, чтобы люди жили. Все построил, все жили, раз, опечатали. Не позвав меня, хотя обсуждали редакционную политику, они принимают это решение. Обидно, досадно. Но я же понимаю, что это они принимали решение. Вы были готовы к этому решению? Да, конечно, я знал, что оно будет. Я же, когда началось, я начал разговаривать со своими собутыльниками, что можно сделать. В чем претензии, во-первых, потому что письма генпрокуратуры, они, в общем, они как Ветхий Завет. Оттуда можно все найти, да? Такие общие, такие, философские. Вот. И понятно, что это не генпрокуратура тоже, совершенно понятно. Тем не менее, я начал встречаться и разговаривать. Я говорю, во-первых, конкретные претензии, или это вообще просто решили? Ну, решили, тогда я даже не... Нет конкретной претензии, у тебя там хорошо, давайте. Когда я понял, что конкретные претензии, доложенные президенту, искажены, исковерканы специальным образом, ну, потому что выглядело это ужасно. Ну, какие конкретные претензии были доложены президенту? Ну, например, была претензия, что в эфире «Эхо Москвы» украинский пропагандист без фамилии, справочка, призывал ударить атомными ракетами в Москве, а президент будет из Екатеринбурга за этим смотреть. Я так, э... Ну, я обычно как говорю, дайте мне пять минут, я хоть прошифровку посмотрю, потому что то, что в папочке, это, ну, все в папочку не влезает, поэтому порезали. И, конечно, разговор был совсем другом. Разговор был о том, что действительно один из украинских журналистов, Виталий Портников, говорил о том, что если Путин решит ударить по Парижу или Варшаве атомными ракетами, то, естественно, в ответ прилетят атомные... Ну, это не угроза, а это как бы совсем другой контекст. После моего разговора это исчезло из проекта письма генпрокуратуры. Они посмотрели и поняли, что это не так. Что те, кто готовил им справку, да, они, ну, решили проманипулировать там. Хорошо, еще какие претензии? Что мои ведущие поддерживают, это в письме есть, поддерживают, ну, в конкретных эфирах, значит, экстремистские высказывания, призывы выйти на улицу и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, покажите. Значит, мне показывают, это не так. Но это не ищет, потому что там много, там энное количество. Вот такие в основном. То есть это общее, понимаешь, да? Я говорю, слушайте, вы здесь приводите два интервью, одно из них, значит, дурацкое. То есть это вообще не так, да? У меня в день 19 интервью было в этот день. Я говорю, а вы остальные чего не кладете в справочки-то? Или еще, очень смешно, присылают мне справочку, которую готовят положить наверх. Они говорят, что президенту я вот не могу, наверх. Ну, 13 сотрудников «Эхо Москвы» и их высказывания, значит, супротив, ну, не экстремистские, но такие яркие. Я начинаю, говорю, ну, давай посмотрим, смотрю. Из этих 13 человек 4 сотрудника «Эхо Москвы». Там господин Сонин не является сотрудником. Цитата из Сонина, да? При этом, что интересно, из этих 4 уже оставшихся, да, трое – это их сотрудники «Эхо Москвы», журналисты, это высказывание в соцсетях, это в эфире «Эхо». Это как в Москву не имеет отношения. И только один я с моим высказыванием, что это политическая ошибка президента Путина, начать эту операцию. Вот это одна. То есть из 13 материалов одна и то моя. Одна. Значит, справка не ушла наверх, естественно. А сколько ушло меня? Это манипуляция абсолютно людьми, принимающими решениями. Ну, манипуляция – ложь наглая и разнузданная. Ну, поскольку справки не подписаны, и даже обратиться некому, это так формируется мнение. Ну, какие-то справки, видимо, дошли. Ну, понятно. Не кажется ли вам, что, в принципе, дело вообще не в справках и не в… Не-не, они легли на взнервленную ситуацию. Когда у тебя, я понимаю, когда у тебя с одной стороны идет, значит, история про то, что твоя операция тормозится по разным причинам, с другой стороны, вот эта санкция, объем и количество падает, с третьей стороны ведется информационная кампания против тебя в мировой прессе, а твои, собственно, медиа, имею в виду российские, вот это враги, а это предатели. То есть мы предатели. Дождь – предатель, новая газета – предатель, я предатель и так далее. И это, конечно, вызывает у президента, ну, у президента в первую очередь, но с предателями известно, как поступают. Это враги и враги. У вас там еще целая очередь в сто с лишним СМИ и людей, которые были… Нет, вы не понимаете. Вот вы не понимаете, как они думают. Это придуманный миф, да? А заключается в том, что так же, как я, мы люди одного поколения с президентом и с его окружением. Ну, он чуть постарше, а не кто постарше, кто младше. Для нас медиа, ну, СМИ, нет слова «медиа». Это традиционные медиа. Влиятельные, репутационные, среди городского населения образованного. Их три. Понимаете, Катя? Их три. Дождь – новое эхо. Их три. Все. Больше ничего не осталось. Зачем остальное закрывали? А это полянку чистят уже. Это же докладывается, да? Это все уже там внизу. А для него и для его окружения… Вот их три. Потому что мы влиятельные, потому что с нами встречаются министры, потому что с нами пьют депутаты. Потому что мы обедаем в посольствах с печеньками, да? И когда суда дают интервью, значит, куда они дают эти интервью? Вот, скажем, госпожа Нуланд, любимая так, Сергеем Лавровым, да? А первое интервью на дожде, сегодня интервью на закрытом эхе. Да? Это не потому что… Потому что Нуланд, который дает интервью вот неизвестным Путину медиа, они даже не заметят. Даже не заметят. Вот и все. Поэтому вот эти три медиа, центральные, о которых я сказал, это вот для них, как я понимаю, это сосредоточение вот этой вот образованщины. Это не политическая партия, но это люди, которые будут писать историю, слушают эти три медиа и читают. Это вот там кричат на площади одни, а потом в учебе вот Борис Акунин, его будут все читать там, пройдет там сто лет, вот читают книжки Бориса Акунина. Понимаешь, это вот, а он наслушался там, насмотрелся дождяно, читался новый газет, наслушался эхо и, значит, пишет, ну, это в главах у них, такую историю, что вот он, значит, на самом деле все наоборот, это мы Акунина читаем, но это неважно. Слушайте, вы всегда отличались тем, что вы могли между струек пройти, могли со всеми договориться. Мифология абсолютно. Ну, я вам рассказываю, как считается. Ну, правильно, Мифология. А вы сами всегда рассказывали. Но Путин-то знает, как на самом деле, я знаю, как на самом деле. Да, но вы всегда хвастаете своими собутыльниками. Я честно говорю, на самом деле, Крым говорит, откуда ты знаешь, люди должны знать. Я говорю, я сам это не придумаю, я ничего не понимаю в войне, но у меня есть знакомые генерал-полковники, у меня есть люди в штабе, я в свое время дружил в Шойгу, у меня есть замминистра знакомого, я иду к ним, говорю, слушайте, пробрифингуете меня, я ничего не понимаю. Я в отличие от многих журналистов, которые все знают и все понимают, я говорю, я этого не знаю. Я иду к людям, которые могут меня брифинговать. И когда я говорю, что Путин считает то-то, это не моя фантазия горячечная и даже не моя конструкция, это осколки каких-то разговоров, которые я вмонтирую в свою идею. Я говорю честно. Где взял? Поговорил. Я правду говорю. Это не вопрос, это привычка историка, ну, учитель истории, ссылаться на источник. Но вы разговариваете с этой башней. Я со всеми разговариваю. С этой башней, да. Кто со мной разговаривает, естественно. Не кажется ли вам, что в итоге эта стратегия потерпела поражение? Какая? Чья? Стратегия с ними общаться, разговаривать, договариваться и пытаться что-то сохранить. Катя, вы чего? Я никогда в жизни, никогда в жизни не договаривался ни с кем, чтобы что-то сохранить. Ну, я имею в виду сохранить радиостанцию. Да, никогда в жизни. Мне нечем торговать в этой истории, я могу торговать только своей печенью, когда я пью. Потому что, а что делать? Потому что редакционная политика публично, и любое изменение редакционной политики видно всем, миллионам людей, которые слушают. Я не могу на это пойти, это большие риски. Да? Она публично, они все увидят, но там люди придумают. Ой, у вас, вы выгоните Шевченко. У меня Шевченко 29 лет, блин, на этой станции. Ой, вы зачем позвали Шевченко, вам Путин велел 29 лет? Путина в помине не было, у меня Шевченко работал. Проханов у меня еще до Путина сидел тут. Понимаете? А люди представляют, что это я вот размениваю. Я никогда в жизни не разменивал. У меня, как шутит один из моих известных вам собутыльников, у тебя право на один звонок Путину. Вы думаете, я сделал этот звонок? Нет. Я не сделал этот звонок. Бессмысленно. Понимаете, мне нечем торговать. Я не могу торговать эфиром с ними. Я могу говорить такое. Всегда приходите, позвони, Марш Захарова. Приходи. Легко. Когда «Газпром» был, Тимошенко, Кипуриянов, советник Миллера. Ну, приходи. Вот это я могу. Но это все? Мне нечем продавать. Понимаете, вот это представление о том, что я защищаю эхо, тогда бы вы это увидели. Вы дружите с Симоньяном? А, с Симоньяном, да. С Марко дружу Симоньяном, да. Как можете дружить? Я не могу даже ответить на ваш вопрос. Как можете дружить? Понимаете? Мы, наверное, входим в разные понимания, что такое дружба. А, значит, вот я со своими друзьями из того, с той башни, да, Симоньян, Песков Дима, да, мы когда встречаемся, знаешь, о чем мы говорим? О семьях, о детях, о болезни. Ну, когда возникает какая-то история там политическая. Ну, смотрите, хоп, семья, да, часть семьи в Харькове. Я вам могу сказать, что у многих этих людей, которые в башнях, у них друзья, родственники, знакомые в Харькове, в Большом Харькове, да. И мы дискутируем о политике. Вот совсем недавно мы сидели, значит, Маргарита с Тиграном, Ираида Зейналова, Мария Захарова, кто-то еще из ВГТРК, Я, Леонид Якубович, Лена Малышева. Такая компания, да, все люди разные. О чем мне говорить, извините меня, подробно с одномышленниками, когда мы вот тут сидим, перетираем, мы одинаково понимаем, что разговариваем, все понятно, по пиву. Мы все осуждаем, а с ними они меня убеждают, я их обеждаю, я понимаю систему, это дружеские разговоры, я имею в виду дружеские. А обычно вот с людьми, да, не будем путать, я как журналист хожу, и собираю информацию. Зачем я хожу там на встречи с Путиным, зачем я хожу на встречи, там, я не знаю, когда Боря Немцов был, извините, вице-премьером, те же самые встречи были. Зачем я хожу на встречи с Алиевым. Нет, Алексей Васильевич, я как бы все это понимаю, но вот не кажется ли вам, не в смысле, что я сейчас вас призываю к ответственности, это разговор, да? Не кажется ли вам, что наступает момент, который называется, например, война, в котором разговоры с людьми, людьми, которые поддерживают войну, дружеские, про еду, не знаю, детей и так далее, уже в принципе невозможно? Нет, не кажется. Это как с людоедом разговаривать? Да, как с людоедом тоже приходится разговаривать, особенно если учесть, что он президент какой-то республики, я имею в виду там какой-то цар какой-нибудь. Так нет, вы же не по обязанности разговариваете, а по дружбе? Кать, вы бы взяли интервью Брейвика? Нет. А я – да, вот и всё. Мы говорим не про интервью, мы сейчас говорим про дружбу. Но все равно разговаривали. Нет, нет, подождите, дружба, интервью – другое. Так вы про это и говорите. Вы говорите, что вы дружите с Симоньяной, с её мужем и так далее, и вы буквально на днях встречались, то есть после войны уже получается. Нет, за два дня до. Мы не верили. За два дня 22-го это было, или 21-го, я не помню, да. 21-го. Но я ещё раз говорю. Сейчас будете встречаться? Да, конечно. Да, конечно. И буду убеждать. То есть вам не кажется, что время компромиссов этих кончилось? Да нет, это не компромиссы. Компромиссы – это когда что-то сдаёшь, да, ну, и что-то за это положишь. Опять, я из партии торгашей. Да? Компромисс. А здесь какой компромисс? Мы сидим и разговариваем, и доказываем друг другу, и убеждаем. Вот если бы я был более убедительный, может, глядишь бы, и эти люди бы, во время обсуждения у них там внутри, мои бы аргументики-то и приложили. Может, и войны бы не было. Давайте уж совсем упростим. А у меня не хватило этого. Ну, не на уровне, может, Марго, но повыше. Да? Но повыше. Ну, если ты видишь перед собой, извини меня, соседа, опять это не про дружбу, но про разговор. Если ты видишь перед собой соседа, который имеет другую точку зрения, на Навального, на революцию, на евреев, наконец, да, ты же пытаешься что в него стрелять? Или ты пытаешься его переубедить? Ну, я воспитан как школьный учитель истории. Я напоминаю, что, может, в профессии играет. Вот здесь там 30 десятиклассников, одиннадцатиклассников. А вот вспомните фильм «Доживем до понедельника», вот этот Костя Батышева, да, циничный, холодный. Его чего надо выгнать из класса? Я не хочу тебя учить, я не хочу с тобой разговаривать. Я считаю, как и Черчилль, что надо болтать до опупения, чем стрелять. Все. Началась уже стрельба? Ты не должен стрелять. У тебя другая жизнь, другая профессия. У меня другие возможности. Вот смотрите, это же история, я всегда ее привожу в пример, история с Иваном Голуновым, с вытаскиванием Ивана Голунова. Она же очень показательная. Если мы говорим о Маргарите, и Маргарита, и я, мы оба не знали Ивана Голунова. Мне вообще про нее рассказала Ира Воробьева. Ну, то есть я его читал, ну, подпись, набор букв. Его вытащили благодаря тому, что Дима Муратов, Маргарита Симонян и Алексей Венедиктов, опираясь на массовое возмущение, ходили по разным кабинетам, потому что у меня вход в этот кабинет, у меня вход в этот кабинет, а затем по телефону мы с Маргаритой состыклили. А у тебя конструкция еще Тимченко была, если не ошибаюсь? Ну, у нее кабинетов не было. Она была, понимаете? Я говорю о тех, кто общается с представителями власти неформально. Там была дивная история, конечно. У меня же работал, работает, в общем, Женя Ройзман, борец с наркодилерами. И он бы этого Голунова порвал бы сразу, да? Если бы он подумал, что он вот... Я ему говорю, вот опять, я сам ничего, я перед тем, как идти к товарищам, я говорю, Жень, вот ты мне объясни, что там правда, что там неправда. Как ты видишь? Говорит, мутное какое-то дело, говорит, вдруг Женя Ройзман, не знающий Ивана Голунова. Вот здесь это кажется странным. Где это вот здесь? Я говорю, слушай, я иду к генералам этим. Что спрашивать-то? Я же не знаю, как с ними разговаривать. Он говорит, один вопрос, Алексей Алексеевич, спрашивайте, где сбыт в деле? Я прихожу, Муратов приходит, Муратов там чего-то правильное говорит, а я дебил. У меня только вот Ройзмановское брифинго, лежит дело, там разрешили показать, нам показать, член общественного совета, и нам показывают высокие начальники. Я говорю, хорошо, ребята, я это все понял, как его взяли, какие подозрения, как он там ездил, что-то, я говорю, где сбыт? Сейчас, говорит, открывает мне лист дело. Я так смотрю, ну, нету, я по-русски читать умею. Я говорю, нет, это я все понимаю, он плохой, он никакой, он такой-секой. Сбыт где? Я как попугай четыре раза сказал, мне не показали, где сбыт. Я вышел, мне звонит Маргарита. Говорит, что у вас? Я говорю, его сегодня посадят в тюрьму. Он говорит, ну, слушай, наркоманы, я их не люблю. Говорю, Марго, я вот сейчас сидел, смотрел дел и рассказываю эту историю. Да? От Ройзмана, да? Не моя история. Говорит, ну, что, надо вытаскивать, а то совсем. Я говорю, ну, ты иди там на четвертый этаж, у тебя там свободно. А я пойду по третьему, что называется. И давай только вышла, и мне набрала. Вышла, вот, чтобы дивиденция. И я это ценю совсем. Да, и когда надо будет вытащить человека, да, я абсолютно не принимаю ее, абсолютно ее позицию, но, к сожалению, ее публичная позиция совпадает ее внутренним. То есть, она искренняя. Понимаете, если бы она была, а, пропагандист на зарплате, вот тут, наверное, вы правы. Потому что сегодня он так, завтра я так. Сегодня стреляй в эту сторону, завтра. А она в этом уверена. И я пытаюсь пробиться в этой уверенности не только с ней, но и с Марией Владимировной, да, но и с другими более высокими людьми. Я считаю, что с людьми надо разговаривать. Но вы преуспели хоть в чем-то? Я думаю, что да. Не в чем-то, а во многом. Я имею в виду, на этом поприще. Нет, на этом поприще нет, потому что они-то исполняют ваши пожелания. Они-то со мной теперь как с врагом не разговаривают. Я-то разговариваю, а они не разговаривают. То есть, они делают по вашему рецепту, Катя. Раз война, Венедиктов против. Да, я против. Значит, пока война, мы не можем с ним разговаривать ни о чем, в том числе о войне. Мы его позицию знаем. Он целый год нам тут плеш проел. И очень мало людей, которые со мной, а я хожу, нудю. Смотрите, ребята, смотрите. А вот я когда говорю про эти восемь и пять погибших, они говорят, не может быть. Они от меня это узнают. Они узнают это от меня. Но кто полезет читать ДНР, ЛНР по полномоченному правам человека? А моя вот ходить, а это вносит для них, для людей, которые общаются между собой, некое смятение в правильности. Они со мной не разговаривают. Я потерял почти 90% на разговоры. Ой, сейчас не можем, они же так не говорят. То есть чисто по вашему рецепту, Катя. А я по-своему. Как вы будете дальше жить? В смысле? В смысле? Вот он, я живой. Вот я вот тут живой. Расторгнут договор аренды Эхо Москвы, которое здесь было, по-моему, последние 20... Сейчас скажу, с какого? С 94-го. С 94-го года. Ну, это же стены. Ну, Катя. Ну, вот послушайте меня. Люди важнее, чем стены и важнее, чем провода. Из чего вы будете платить людям? Посмотря, что я буду делать. А что вы будете делать? Поэтому я вас и спросила, как вы будете дальше жить. Знаете, смотрите. Вот совершенно очевидно, что надо жить сейчас, ну, нам. Эхо. Сегодняшним днем. Вот сегодня мы выходим. И сегодня еще в течение, как я понимаю, трех месяцев по закону, в принципе, акционеры должны платить зарплаты. Четыре месяца. Ну, может быть, два. Кто-то захочет уйти. Все дальше понятно, да? Но это по закону. Вы знаете, по закону три месяца? Ну, может быть, два. Ну, может быть, два, потому что люди имеют право взять зарплату за пять месяцев и уйти сразу. Вообще уйти. Значит, ну, вот эти два-три месяца, они вообще не уволены. Чтобы вы понимали, и я не уволен. Вот эти решения, они ликвидируют СМИ, но не ликвидируют общество за уехать в Москве, на котором СМИ. Они все, и я, наняты этим образом. Мы работники общества, а не редакции. Поэтому они не уволены. А уволить, вы знаете, надо предупреждать за. Есть трудовой кодекс. 150, можно только выкупить. Будут смотреть, как их будут выкупать. Заплатить там пять-шесть окладов. Ребят, все равно ничего не получится. Значит, пока люди работают. Ну, что я могу сказать? Я не знаю, что будет. Сегодня была очень смешная, как раз с Песковым, история. По-моему, она была публичная. Идет его брифинг обычный. Ну, на удаленке на Зуме. И мой заместитель, Максим Курников, который вот сейчас в пуле и с песком, он говорит, что... Дмитрий Сергеевич говорит, а можно мне задавать вопросы? Я ехаю в Москву. Может, я буду от журнала «Дилетант» тогда приходить на брифинг? Он говорит, оставьте журнал «Дилетант» в покое. Это очень хороший журнал. Не надо его подводить под монастырь. Но вы же еще не ликвидированы? Нет, говорит он. Ну, общество, да? Ну, так приходите. Ну, есть разные медиа, от которых можно приходить на такие вещи. Не кажется ли вам, что и ликвидация, и вообще ситуация, в которой мы там оказались, более-менее, она подводит такую довольно неутешительную черту под всей жизнью? Нет. Это, во-первых, не черта, а пунктир. А через пунктир можно так просачиваться дальше. Во-вторых... Между струйками. Да, между черточками. Во-вторых, знаете, для меня эхо – это большой кусок жизни, конечно же. Ну, половина всей моей жизни, а главное – редакторство, там процентов 40 в моей жизни. Но это не вся жизнь. Это не вся жизнь. И вокруг наращивание. Еще раз. Люди важнее, чем провода. Вот сохранение отношений, даже не команды. Сейчас люди разбегутся. Кто-то пойдет туда, сюда, туда. Представляете, у меня вот такая телефонная книжка по-старому. Если я начну новый проект, то... Слушайте, когда я начинал дилетант, кто знал, что он это вырастет? Когда я начну другой проект, а я начну другой проект, я же не могу сидеть, у меня шило в задницу. Вот так сидеть неинтересно. Хотя и книги люблю, и сериалы могу смотреть сутками. Ну, мне интересно делать. Я человек, который делает. И они сбегутся постепенно. Грубо говоря, когда начиналось эхо, оно выходило два часа в сутки, на нем работало шесть человек, остальные работали без зарплаты. Я. Два года. Я приходил, как школьный утиг, говорю, а можно я интервью возьму? Давай, садись, заткни дырку. И, значит, надо начинать заново. Значит, это грохнули. Значит, надо, если делать какое-то медиа... Что самоубийство абсолютно в России, мне кажется. Надо делать с нуля. Да, в России. Да, в России. Я сразу хочу сказать, это очень смешно, но я вот считаю, что если делать медиа политическое, то надо работать внутри страны. Ты не можешь делать политическое медиа, если у тебя нет контактов с собутыльниками. То, что я называю, да? Ты не можешь это делать. Не можешь просто. Поэтому я никуда не собираюсь. Более того, такая смешная история. Я неделю назад подал на визы. У меня кончилось все. Просто обычная шенгеновская виза. Вдруг сегодня, когда все закрыли, ну, в смысле эхо, я сообразил, вот они же, суки, утекут, что я собираюсь бежать. И я отозвал свое заявление. У меня сейчас нет ни одной открытой визы. Принципиально я объяснил жене, принципиально я вот, чтобы никто не думал, что я там готов улизнуть там в сытую, богатую жизнь. Это просто демонстрация. А про ребенка вы думаете? Ребенок в армии по призыву. Но он, правда, в Подмосковье, он в лазарете, потому что он болеет. Там длинная история. Ну, а что сделаешь? Мы живем в этой стране. Что мы сделаем? Мы живем в этой стране. Это наша страна. Почему ее должны кому-то уступать? Объясните мне, пожалуйста. Я никому ничего не должен уступать. Я все делаю по закону и правильно. Я все делаю честно. Это со мной поступают нечестно. Я все делаю справедливо. Это со мной поступают несправедливо. Я это буду доказывать. Я это буду доказывать. Ну, конечно, когда все помнят, когда, может, ваши зрители не помнят, когда в 2015 году возникла проблема у меня с Рамзаном Ахмадовичем, и машины с разными номерами стали ездить вокруг школы моего восьмиклассника. Алексея Алексеевича-младшего. Да-да-да. Он был эвакуирован, учился под Лондоном два с половиной года. Он сказал, я не хочу, я хочу домой, я хочу в мою родину. Он кинул, мы не доучились. Я так совершенно охреневший. Он, как всегда, говорит, папа, мы в Венедиктову прямо. Вот это он мне говорит, понимаешь? И он, 17-летний, вернулся. Да? Ну, нет, мы вот так. А что вы будете делать, если его пошлют на войну? Не знаю. Будет хлеб, будет вечер. Ну, во-первых, это будет во многом его выбор. Да? Слушайте, 21 год. Но не знаю. Я ничего не буду делать, скажем так. Конечно. Да мне сейчас страшно. Да у меня там знакомых воюет. И в российской армии, ну, там, на генеральских, конечно, должностях уже возраст такой, да? Но и в украинской, там, много знакомых. Вот это тоже страшно, потому что там, ну, как идти. Просто страшно. Ну, глаза боятся, руки делают. Надо говорить, убеждать. И микрофон пока есть. Говорить и убеждать. И те, кто слушает. Слушают нас разные люди. Не только те, кто любит их Москвы. Но и люди, принимающие решения. Мы же изучаем свою аудиторию. И им аргументов подваливать. Что это непростые решения. Они сложные, несущие за собой след. Радиоактивные. Извините за дурацкую шутку. Токсичные. Просто токсичные люблю. И главное, сейчас скажу страшную вещь, да прости от меня матери тех, кто воюет. Главное не то, что сейчас, а главные последствия. Они будут долго-долго-долго тянуться. Разрушенные, искалеченные. Долго и долго. Я хотела как раз спросить о последствиях. Как вы думаете, сколько должно уйти времени на то, чтобы восстановить хотя бы какие-то отношения между Россией и Крымой? Поколение. Это не должны быть политики. Это не должен быть Путин и его команда. Она сменится естественным путем. Это не должны быть люди, которые были замешаны в начале этого боестолкновения. А вы знаете, я помню, еще будучи, наверное, был школьником еще. И я смотрю по телевизору, приехали в Волгоград фашистские летчики, воевавшие. Всего-то ничего. 16 лет назад победа. Их встречали те, с кем они... И они идут на кладбище, где похоронены советские и германские летчики, возлагают венки. 16 лет всего прошло для истории. Вообще ни о чем. 16 лет. И это какой-то пипец для меня был тогда. Я был девятидесятиклассником. Как это мы стреляли? Ну, вот они лично, это не их дети. Это вот они. Там их там деды, там 60-м тогда было. Деды тоже. И ты не понимаешь этого. Ты этого не понимаешь. Они должны друг друга ненавидеть, в цепице в глотку и добить. Наши должны добить немцев. Прошло. Страшная война на истребление. Прошло. У меня вот на том месте, где вы сидите, сидел сын Риббентропа. Который молодым 17-летним летчиком воевал здесь, получил железный крест. Он приехал представлять книжку сюда. И что-то слово за слово, и Виталик Демарский... И он говорит, слушайте, а как быть сыном Риббентропа? Военного преступника, да? Ну, вот как жить с этим? Он молчит. Он, говорит, задумался. Говорит, хорошо, я по-другому... Виталик понял, говорит, хорошо, я по-другому спрашиваю. Говорит, ну, вот почему вы в России? Он говорит, ну, вы что? Мой папа Риббентроп всегда был союз с Россией. Пакт Молотова Риббентропа. Помните? А! Понимаешь, я сижу на диванчике, вешиваясь в руках. А! Спокойно, летчик с железным крестом, который стрелял на нас. 17-летний пацан. Тогда. Понимаете, это изживается. История вообще перемалывает. И Путин прав, когда он рассказывал эту... Я люблю эту байку. Но это не байка, когда он мне говорил про врагов и предателей. Да, в чем разница? У меня в 2000 году еще было. И он мне сказал, понимаешь, вот враг, ты с ним воюешь. Глядишь ему в глаза, стреляешь его. Потом подписание мира, контрибуция. Потом начинаем дружить. Потом враг – это вот, понимаешь? Враг – это что-то благородное. А предатель – это тот, кто выстрелил в спину никакой пощады. Это вот цитата. Ну, он в голове держал тогда Березовского, как я понимаю. И я его, конечно, спросил, а в вашем видении, Владимир Владимирович, я-то кто? Он говорит, ну, ты враг, конечно. Слава тебе, Господи, я враг. А сейчас? Ну, сейчас предатель, конечно. Страна ведет... Это началось с Грузии. Он мне это говорил. Страна ведет войну. Идут гробы. А ты даешь слово... Это вот когда мой грузинский был конфликт. Когда он меня мочил буквально перед глазами коллег, главных игреров. Ты ведешь и объяснить ему, что вот ты... Это твоя работа, но это как врач. Тебе принесли там человека с пулей. Ты не спрашиваешь его там возраст, принадлежность. Ты вынь пулю. А вот работа другая – это следственные органы пусть. Бандит он или жертва. Тебе пулю вынь. Ты гирург. Не воспринимает. Вам не кажется, что вообще в целом идеологически и, в общем, стратегически вы остались в меньшинстве? Я всегда был в меньшинстве. Я всегда был в меньшинстве. Но меня это никак не смущает. Потому что я внутри себя большинство. То есть я вот такой. И вот у меня сто процентов я. Как ребенок говорит, мы, Венедиктовы, упрямые. Ослы. Извините. Мы упрямые. Иногда козлы. И когда плохое расставить. Мы упрямые. Если я считаю, что так правильно, неважно, сколько за меня. Я-то считаю, что правильно. Почему я должен поступать неправильно? В своей стране быть меньшинством – это довольно тяжело. Нет. Страна состоит из меньшинств. Можно вам сказать. Из любителей борща и любителей щей. Из вегетарианцев. Серьезно. Из любителей деревенской жизни и городской жизни. Это всегда оказывается… Вот эта история в том, что мы просто не привыкли себя ощущать входящим в разные меньшинства. Не этнически. Это само собой разумеется. Но по жизни, по поведению, по вкусам – вы столеры, а мы кузнецы. Это меньшинство. И поэтому ты всегда оказываешься меньшинством. Если ты оказался в большинстве, ну и слава богу, но если ты оказался в меньшинстве и считаешь, что ты прав, ты с этим меньшинством. Я вообще на эту тему не парюсь. Вот вообще. Вообще Венедиктова – это меньшинство. Человек с фамилией Венедиктова – меньшинство. И вдруг я узнаю, что генеральный прокурор Украины – Венедиктова. Я думаю, вот попал. Сейчас меня будут спрашивать, бабушка она мне или дочка. Более-менее можно себе представить, что будет с Украиной, хотя невозможно. Нет, не могу представить. Я могу только представить, что с огромной долей вероятности Владимир Владимирович возьмет ее под контроль. С огромной долей вероятности. Скажи мне, поставь деньги, я бы поставил вот на эту часть. Хотя, конечно… Слушайте, вот у вас, конечно, нервы ставить деньги на исход войны. Я не ставлю деньги ни на исход войны, ни на что. Я вообще не игрок в этом смысле. Это как бы расчет шансов. Но чтобы людям было понятно, во что ты больше веришь. Это не значит, что тебе это нравится. Мне совсем не нравится. Я считаю это опасным. Ну, ставить больше деньги. На самом деле, ведь Советский Союз, если я не утомил еще, собственно, мина под Советский Союз была заведена с присоединением Прибалтики. Вот это Прибалтийские республики… Я просто очень много читал документов по 87-му, 8-му, 9-му, 90-му году, когда начинался вот этот распад. Он с них начинался. Они детонировали это. И на одном из политбюро, там, по-моему, представитель то ли Узбекистана говорит, а почему Литве можно, а нам нельзя? Вот Горбачев говорит, надо дать Литве экономическую самостояние, чтобы они не ушли, чтобы им было… А почему Литве можно, и все, и кранты. И начались там автономии, там, татария, чувашия и так далее. То есть вот где была мина. Поэтому вхождение Украины в состав Российской Федерации может привести через какое-то время к детонации всей Российской Федерации. Это будет мина. Это будет мина довольно серьезная. Поэтому я вот к этому отношусь. Ну, у меня мозг такой, я отношусь к этому вот как с перспективой. Я это всюду говорю. Что он говорит, ой, мы не будем их присоединять. Я говорю, как Беларусь, конечно. Хорошо. Давайте тогда не на такую далекую перспективу, а на более короткую перспективу. Что будет с Россией, вокруг которой стремительно… Очень плохо. Если говорить о уровне жизни, совсем плохо. Ну, потому что… Ну, уже Лавров даже признает, что они не ожидали такого накала санкций. Правда, он говорит, там, артисты. Но они не ожидали, если серьезно говорить. Я знаю, это накала санкций. Они ждали от государства, они ждали от частных компаний. Когда там Форд уходит… Почему Форд уходит? Что случилось? А Форд берет его, когда Рено закрывается. А что случилось-то? А это рабочие места, это российские граждане, работающие там, а не на улице. То есть, начиная войну, они вообще об этом не думали? Нет, они думали, государства ведут санкции. Ну, там, банки, ну, поездки, ну, может быть, государственная компания Аэрофлот. Ну, вот это вот. Дергроссы такие. А то, что там какая-нибудь, я не знаю, там… Икея. Да, например, да. Бытовые истории, там, как это, магазины Эшелем. Эшелем закрылись, да? Там же, ну, там, это же для очень небогатых людей, да? У них огромные магазины в России. Они не знали, что вот частники, частники, вот так начнут уходить. Ну, например, история с Фионом, бывшим премьер-митровым. Слушай, он получал охренительную зарплату и в Сибуре, и в зарубежнефти. Только в декабре. Вот он в декабре был номинирован. Да? И вот, ну, живи, не хочу. Ну, хорошо, сиди здесь, потому что там против тебя уголовное дело во Франции. Ты сиди здесь тоже. Ни хрена. Встал и вышел. А он, между прочим, действительно личник Путина. Лично Путин как бы его. Потому что, когда Фион был премьером, Путин был премьером. Премьер Франции, премьер России. И вот, а что ты ушел-то? Хочешь спросить, Фион, ты что ушел? И когда он там говорит публично что-то, да, там, я не могу, когда. А на самом деле ты что ушел? Чего там выскочил? И таких много. Мы их фамилии даже не знаем. Очень крупные бизнесмены, да. Они понимали, что там нефтяные компании будут выходить, но они не понимали, что там магазинчики запчастей будут выходить. А это совсем другое. Но я уж не говорю, там, у Путина огромная любовь – это спорт. Это правда, но он увлекается, ну, правда, и смотрит, и все. И вдруг спортсменов стали лишать. Биатлон? Да вы охренели? Да вы охренели? Причем тут биатлон? Мы же знаем, как спортсмены готовятся, да? Это же трагедия для спортсменов. У него больше не будет шанса, возраст проходит. А мы болельщики, которые сидим и ждем Кубок мира. Ой, емкие палки. И вот эта история, про маленькие такие истории, вот они ждали совсем. Гергиев, действительно, Путин его очень уважает. Мы же говорим о влиянии, да? Ему говорят, осуди, или мы тебя уволим из Мюнхенской филармонии. Гергиев не осудил, его уволили. Его и не требуют. Нам здесь кажется, что это, ну вы охренели? А там это, ребята, но они поддерживают войну завоевательную, кровавую. Извините, нет. Он великий режиссер, дирижер, певиц. Извините. Это как в Израиле запрещен Вагнер. Понимаешь, да? Мы этого не понимаем. Мы гораздо более циничные. Да? И про деньги. Ну как? Ну такие зарплаты. Не-не-не-не. И вот этого они неожиданно... Ну я имею в виду верхушка. Слушайте, Гергиев. Кто тронет великого Гергиева? Ты бургомистр Мюнхена. Ты кто вообще? Понимаешь, да? Как они посмели? Он же великий. Он же не только в России великий, он вообще великий. Как бургоми... Вы чего, опозорили? Это же позор. Тебя выгнали из филармонии, как прошивого щенка. Личный друг Путин. Так что будет в России? В России будет плохо. А в изоляции, значит, милитаризация, значит, мобилизационная экономика. Ну, значит, вот. А как будут жить все эти люди, которые привыкли? Я сейчас не говорю про граждан рядовых, да? Я говорю про тех, кто считает себя элитой, которые привыкли совершенно к другому и уровню жизни. Придется приспосабливаться. А они готовы к этому? Вот когда они сидели в Совете Безопасности и повторяли одно и то же... Ну что такое готовы? Придется. Я же сказал слово придется. Значит, готовы. Ну, у них-то не будет возможности теперь уже уехать. Ну, наверное. Ну и что? Я же тебе сказал, я визу не взял. Хотя хочется. Хочется? Ну, конечно. Хочется его. Я привык. Это же вопрос привычки. Я привык. У меня всегда были открытые визы. Шенген, Англия и США. Всегда. Надо. Сел, поехал. Мог себе позволить. Даже не по деньгам. А просто сел, поехал, свозил жену на недельку куда-нибудь. Ну, просто даже не нужно никуда встать в очередь. Да, билеты. Это же айфоны, билеты. Бум, туда все, встали, поехали. Или там, когда лекарство нужно было отвезти, позвонили там в Британию. Я говорю, все, сейчас беру ночью билет. Не волнуйтесь, я прилечу утром, будет вам вот это лекарство и рецепт. Или наоборот. Теперь так не сделаешь. Ну, значит, не буду делать. Значит, буду жить хуже. Значит, лекарства не повезу. Значит, жену не развлеку. Ну, значит, буду развлекать другим. Ну, что делать? Но это же, понимаешь, я особый человек. Я привык жить, что есть, в предложенных обстоятельствах. Вот хотите в демократическом режиме, хотите в советском режиме, хотите в этом. Я это воспринимаю как изменение погоды. Это меня, кстати, научил Михаил Юрьевич Лесин, покойный. Он говорил, смотри, за окном меняется погода, а ты, мудак, все тот же. Ты все тот же. Я говорю, нет, я совсем не тот же. Я тот же в том смысле, что я признаю, что это... Я их не принимаю, я с ним не согласен. Но я признаю, что эти обстоятельства у меня стрелятся, что ли? Вы вообще в отчаяние впадаете когда-нибудь? Да я постоянно в отчаяние. Незаметно. Знаете почему? Самое трудное – это справляться с собой. Надо тренироваться. Справляться с другими – нет вопроса. Это мы все умеем. А справляться с собой, давить в себе нехорошие – это очень тяжелый труд. Но, видимо, если честно говорить, учительство, оно тебя тренирует. Поэтому терпение, наверное, это мое самое сильное сейчас. Самое сильное качество. Я очень терпелив. Это касается, кстати, и про дружбу. Я очень терпелив. Я очень научился прощать людям. Раньше, когда было 20 лет, был абсолютный сектант, радикал. Ничего не прощал вообще. Тут очень смешно. Опять смешно, извините. Тут как раз слово терпение. А, значит, когда это случилось, война. Планерка. Ну, народ в депрессии, естественно. Ну, вроде бы для журналиста кому война, кому мать родная. Не-не, в депрессию впали. Там нос на квинту. Я говорю, вот вы не любите биатлон, говорю я. Вот вы все, два-три человека любят биатлон, как я. Вы не любите Губерниева, который знаменит. Я говорю, вспомните, что говорит Губерниев, когда биатлонист бежит последний круг, и у него есть шанс на медаль. Кто помнит? Некоторые помню. Терпеть, Саша, терпеть! Терпеть, Саша, давай, дорогой, терпеть! Вот. И народ разоржался. Я говорю, терпеть. Работать и терпеть. Потому, что все люди разные. И мы окружены иными, чужими. Альянс. Вы, Катя, альянс для меня. Вы чужой. У вас своя система координат. Вот. Она мне может не нравиться. Она мне и не нравится, на самом деле. То, что вы говорите, то, что как вы спрашиваете. Про дружбу. Это вообще мое дело. Вообще мог послать на три буквы. Потому, что друзья – это мое дело. Друзья – это как семья. Мне не нравится. Ну, что? Я пытаюсь объяснить вам, вашим зрителям, среди которых тоже чужие. Терпеть. И для других делать. Вот. Мы информируем. Наше дело – информировать. Или образовывать. Если говорить о дилетанте. Мне кажется, что нам не хватает терпения. Нам не хватает не терпеливости, а терпения именно. Война пройдет. Не первая война в мире. Просто мы живем с вами в параграфе истории. Жить в истории, в учебнике истории – это катастрофа. Ну, и каждый наш шаг будет записан в этом параграфе. Конечно, в скрижалях. Да. Да. Поэтому мы же очень внимательно за собой следим. Не надо за собой следить. Знаете, я уже давно понял, естественность – это лучшая история. Как только ты начинаешь следить за собой, ты где-нибудь сломаешь ногу. То есть, астратываешься на правой ноге и левой обязательно вляпнешь в какое-нибудь дерьмо. Что должно произойти, чтобы вы не смогли найти в этом какой-то оптимизм или какой-то... Слушайте, какой оптимизм? Катя, мне там 66, да? Как сказал мелкий, папа, тебе уже 666, плохой человек. Ой, нет. В общем, так бывает. Слушайте, какой у меня оптимизм? Оптимизм может быть, когда... Вы не звучите, как отчаявшийся человек. Я не отчаявшийся человек, потому что надо копать. Не только терпеть, это само собой, да? Надо копать, надо рыть тоннель для других, кто там сзади ползет. Знаете, какая самая яркая история в этом году была у меня? Очень мало еще прошло с начала года. Ну, год календарный, видимо. Нет, я сейчас скажу, когда это осенью было. Ну, значит, в Петербурге. Значит, выхожу, иду по улицу Марата. И у меня так за руку. Хоп. Ну, я очень не люблю вот это. Вот у меня есть такое. Ну, хоп, поворачиваюсь, стоит петербургская дама. Лет 87. То есть она старше меня. Она уже была не девушкой, когда я только родился. Такая, знаете, с прямой спиной. Петербург, то, что в книгах описывается, как вот ленинградская дама, почему не бабушка, дама. Она говорит, допрос начинается. В Венедиктов? Я говорю, да. И держит меня. Не нравится. Ну, дама. Угу. Послушайте, значит, я только что лежал в больнице. Вот разговор на улице. И слушал эхо. Очень помогло. Отпускают и уходят. Я думаю, бля-а-а-а. Это ради нее вот это все. Вот это все было ради этой бабы. Вот это все, вот эти 30 лет, это чтобы меня в Питере поймал человек незнакомый, сказал, даже спасибо не сказал, просто доложила и пошла. Ну, вот. Я пришел, всем рассказал, говорю, имейте в виду, мы работаем на одного человека. Я даже не знаю, как ее зовут. Вы должны всегда представить, что она там лежит одна с прикованная, да, с разного рода катетерами и так далее. И у нее журчит эхо. И это смысл ее жизни. Вы работаете на смысл жизни человека. Одного. Не надо там миллионам, не тысячам. Одного. И это на улице случайно, говорю я. Понимаете, такие штуки не придумываются. Это не городская сумасшедшая. Но и городским сумасшедшим надо глоток воздуха. Поэтому, а как можно тогда потерять оптимизм? А как так можно? Ты знаешь, что она ждет? Она ждет. Значит, надо вставать. А если у нее теперь нет Ютуба? Значит, к ней придут люди и поставят ей Ютуб. Прекратите. Милосердие или справедливость? Милосердие. Сто пудов. Свобода или стабильность? Свобода. Сто пудов. Мой властелин, властелин хаоса. Только из хаоса рождается творчество. В порядке никакого творчества нет. Порядок – это застой. Орднунг – это армейский орднунг. Понимаете? Поэтому это я просто чуть расширена про свободу или стабильность. Правда или безопасность? Правда, правда. Что мы с вами будем делать через год? Ну, мы встретимся, я возьму у вас интервью. И вам тогда мало не покажется. Мы оптимистичны. Очень оптимистичны. То есть вы в ядерную угрозу не верите? Верю. А где же мы встретимся-то с вами? А если будет ядерный взрыв, то и что мы это будем обсуждать? Последняя история, когда у меня тут была операция, ну, там лет три. Значит, я очень... У меня давно была пора операции быть. Я очень плохо на наркозе засыпал. Врачи бились, но не могут. И, значит, между двумя операциями три недели я выхожу, и одному своему приятелю, такому живиальному, говорю, вот слушай, ну, вот они со мной бились, ну, вот никак не засыпаю. Он говорит, а что ты не засыпал-то? Я говорю, ну, я боялся не проснуться. Говорит, и тогда какая тебе разница? Спасибо. Да не за что. Так. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok